всем привет меня зовут анатолий добро пожаловать на канал ящик с инструментом сегодня у нас долгожданный обзор китайского мультитула это шеффилд пять в одном опять же по многочисленным просьбам сравним его с книпексом при этом сравнение будет не каким-то мифическим как у многих опять же у нас есть первый экземпляр и два других всем этим я поработал и сегодня поделюсь своими наблюдениями прежде чем начать где-то вот здесь будет распаковка этой посылки короче посмотрел в приложении покупала его где-то в мае 2017 года обошелся мне тогда в 1300 на данный момент по моему 1400 то есть примерно 100 рублей вырос опять же цены разные ссылка будет на продавца в описании посмотрите сколько он сейчас стоит в данный момент далее по доставке где-то две недели и опять же в принципе все устроило и пришло нормально начнем с внешнего вида в общем длина у него порядка 200 сантиметров если сразу сюда поставить книпекс то он окажется у нас длиннее на где-то сантиметр по ручкам они у нас двух компонентные оранжевым пластик серым по идее обрезиненная часть но при этом обрезиненная часть такая дубовый если сравнивать опять же с книпексом то на книпекс и понятно что красным пластик синим обрезиненная часть по ручкам сразу наверно видно что чехлы у книпекса чуть побольше по удобству работы и хвата в общем здесь все сугубо лично но на мой взгляд вот эти ручки гораздо интереснее лежат в руке за счет того, что они имеют такую полукруглую форму. При работе даже, ну не знаю, мизинцем можно докидывать и если брать Книпекс, то здесь, ну не знаю, на мой взгляд не особо. То есть такая форма, на мой взгляд, лучше. Форм-фактор и различия в цене. Если брать, к примеру, Книпекс, то у него выбор гораздо больше. Короче, разница у него идет по ручкам, по напылению и опять же присутствию либо уже отсутствию возвратной пружины. У Шеффилда все как есть, либо такой, либо же никакого. Разница в цене у нас, Книпекс всегда дороже, только либо же в два раза, либо же в три. По исполнению, если мы берем Книпекс, то у него есть тонкогубцы, грубо говоря, пассатижи, кримпер, стрипер и кабелерез. У Шеффилда все то же самое, только стрипер в исполнении для Америки, то есть для кабеля ОВГ. У Книпекса для наших. Следующий винт, что у Книпекса можно подрегулировать, если инструмент расшатался. Все то же самое есть у Шеффилда. Теперь по собачкам. В общем, в предыдущем обзоре Книпекса, благодаря вашим комментариям, мы пришли к следующему. Что у Книпекса есть два положения. То есть, когда Книпекс новый, собачка держит и все отлично. Когда Книпекс чуть постарше, не то, что он вылетает, но собачка ни хрена не держит. То есть, перекидываем, не держит, перекидываем, закрывается. У китайцев эта собачка побольше, но самое главное, что мне понравилось в нем, китайцы сюда засунули пружину. И эта собачка держится в любом положении. То есть, какой-то не поставил бы, она держится. Поэтому, надеюсь, и немцы до этого тоже когда-нибудь дойдут. Различия из-за собачки. В общем, если брать Книпекс, то у него есть два положения. Либо же открытое, либо же закрытое. При закрытом можно использовать кримпер, стриппер и, грубо говоря, загибать жилы. Если гнете, например, в щите, либо же что-то вытаскивать. У китайца есть собранное положение, открытое. И опять же, если чуть-чуть добавить, то можно все то же самое делать. Не так круто, конечно, но в принципе можно. Опять же, на мой взгляд, три положения. Чего, на мой взгляд, не хватает на Книпексе. По кабелерезам, на мой взгляд, они идентичны и очень даже похожи. Если брать сбоку по толщине инструменты, то тоже похоже. Единственное, передняя часть у Книпекса такая угловатая. Здесь все круглое, как пуля. По пассатижам здесь также различие. Если брать Книпекс, то у него здесь есть шероховатость и кончик у нас плоский, что позволяет работать, грубо говоря, с жилами и не вредить им. У китайца такого нет. Грубо говоря, как обычные пассатижи и остаются засечки. Но есть еще другой аспект. Опять же, кому что важно, но если у вас, например, в деревяшке застрял гвоздь, опять же, чуть-чуть торчит, то Книпексом вытащить его не удастся. Потому что здесь все гладкое. У Шеффилда здесь намного интересней. Он до конца ребристый, поэтому проблем не возникнет. Ну и предлагаю вашему вниманию небольшое видео. Теперь поподробнее разберем каждую из функций. И самое главное, на мой взгляд, здесь кабелерез. Мы его протестировали по нашей же методике. Опять же, кому интересно, как кусает Книпекс, можете посмотреть. Здесь из Книпекса будет, наверное, только 10 квадрат и опять же 25. Но первым делом мы посмотрим на кромки Шеффилда. Книпексу. 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 Три на полтора Китай Три на полтора Круглый Три на два с половиной ГОСТ Три на два с половиной Круглый Три на два с половиной КГ Три на два с половиной НЮМ Три на четыре Пять на четыре Три на шесть Пять на шесть Три на два с половиной ФРЛС Жила 50 квадрат Одной рукой никак Лиду мята по сути никак Осилел Пять на десять Тяжело Осилел Пробуем все-таки за один раз Конечно большое раскрытие За счет этого сложно сомнуть Очень Фух Пять на воскресенье Монолит Теперь уже просто перебор Пять на воскресенье Пять на воскресенье Пять на воскресенье Ну а теперь глянем на эти кромки Что с ними стало после тестов Кромки после тестов В общем Вот здесь вот есть Небольшое замятие Надеюсь видно И опять же Вот в этом месте Кромка тоже замялась Но опять же Это по моей дурости Из-за того что Пять на двадцать пять Было перебором А так В общем На мой взгляд Ничего особенного Не произошло То есть изначально Они по моему Все такие косые Кривые были Из-за того что Так все сделано Ну и с другой стороны Так по мелочи То есть Здоровых таких Замятий нет В принципе Можно сказать Что тест прошел В общем На мой взгляд Кромки как были Так и остались Ничего в них не изменилось За исключением Вот этих вот частей Опять же Это все Из-за того что Пять на двадцать пять Было чересчуром Перебором Для такого рода Инструмента Здесь остались Небольшие такие Замятия А так Кромки Как были Так и остались Эта херня Меня просто Скоро доконает Здесь будет Отчетливо Наверное Видно Здесь вот Замятия есть А так Они почти Нулевые Мое мнение Об увиденном На мой взгляд Это все Примерно одинаково Тест что Книпекса Что Шеффилда Проходил в один день То есть я резал То одним То другим И по поводу Применения усилия Ну что хочу сказать На мой взгляд Книпексом Чуть-чуть Но все-таки Полегче Прежде чем мы Приступим к остальному В общем Многие из вас Просили покусать Пожильно В общем ПВС Три на шесть Пожильно Кусает Ничего Не заминается Книпекс Нормально Теперь Несколько Жил Все то же Самое На мой взгляд Здесь Проблема Больше В настройке Теперь Далее Вот так То есть Ничего Никаких проблем Все нормально Кусается Далее Теперь полностью Книпекс Все ништяк Срез Книпекса То же самое Приступим к следующему Это у нас Съем изоляции В общем У многих там Бомбило Потому что Два разных инструмента Один у нас То же самое Что и американский вариант Это у нас Саусуэр Для американского Североамериканского рынка И здесь у нас Калибровка Под АВГ Здесь у нас Грубо говоря Наша калибровка И говорят Плохо снимает Если Брать К примеру 0.75 Потому что Книпекс у нас идет В первом очке 0.75 Полтора Второй уже Два с половиной Здесь у нас АВГ 14 12 И 10 Короче Если брать 0.75 То Книпекс Легко снимает Саусуэр Либо же Шеффилд Ну Короче Ни хрена Реально Ни хрена Не снимает Неудобно Если брать Это у нас был ПВС Теперь у нас Что это у нас такое Это у нас ПУК То есть Здесь снимает То есть Как повезет Раз Не снимает Далее Из монолита Опять же 0.75 Монолит Я вообще Не использую У меня Есть только Кабель Который Мы прокладываем Грубо говоря Оповещение Пожарку И тому подобное Здесь проблем нет Здесь по сути Изоляция Резиновая То есть Снимает Следующая У нас Полторашка В общем Я под запаса ПВС Книпекс Шеффел Давайте Другую Возьмем Снимает Ничего Не вырывается Так ПУК У меня Еще один Есть Полтора Квадрат Шеффел Книпекс Все То же Самое Ничего Не запоганилось Так Полтора Квадрат Кост Это уже Монолит Книпекс Так Что Побыстрее Хочется То же Самое То есть Что на Ваге Что На Скрутке Кто-то из вас Возразит И скажет Что это Все был Гост А если Ты возьмешь Твушку То результаты Будут иными Вообще Я твушкой Не работаю Но специально Для этих дел Опять же Еще на Проекте Автоматический Съемник Изоляции Был Куплен Твушный Карт То есть Если взять С Гостом Ну видно Да Жила Тоньше Ну и здесь Видно Что жила Тоже Тоньше Короче Давайте Попробуем Опять же Я такую Твушку Даже Своему Злому Врагу Нафиг Не повешу Зачищает Берем Шеффилд Зачищает Так Зачищает Есть Еще Тоже Лютая Ту Короче Зачищает Теперь Два Споловины В общем ПВС Два Споловины Уже Другой Очко Используем Зачищает Все Тоже Самое С Книпексом То есть Он Также Блин Пролетело Также Зачищает Опять же Бывает Пролетает Но Зачищает Сейчас Еще Раз Шеффилд Все Целое Монолит Шеффилд Тоже Самое Среднее Чело Зачищает Книпекс Зачищает Ну и Также Лютая Тушка То есть Это Два Споловиной Ту То есть Он Чуть Меньше Чем Гост Книпекс В Два Споловиной Зачищает Шеффилд Среднее Очко Зачищает То есть Таких Проблем Что Он Не Зачищает Не Зам У Ня Не Возник То есть Многие Пишут Что Засовываю В очело Вот это Все Проскальзывает Не знаю Все нормально Ничего Нифигарится Все Ништяк У Шеффилда У нас Остается Еще Одно Третье Очело Оно На мой Взгляд Неплохо Подходит Для Четверки То есть Это Гостовская Четверка Чистит Уже Для Шестерки Не Подходит То есть Чувствуется Что Жила Трется Но Если Не до Конца То Можно И все Чисто От себя Хочу Добавить Небольшую Заметку Опять же Она Понятная И ясная Тем Кто Работает Инструментом Достаточно Давно Что При работе С этим Инструментом Нужна Сноровка То есть Поработав Чуть побольше Ты уже Понимаешь Где Нужно Поднажать Где Нужно Не Донажать И тому Подобное И при этом Те слова Которые Многие Говорят Что Остаются Засечки То есть Острые Как на Книпикс Но Все Таки Если Пережать То Можно Оставить И при работе Появилась Такая Знаете Сноровка Что ли И сравнить Ее можно С работой С бокорезами То есть Когда ты Чуть-чуть Поднажал И снял И по сути Получается Не режешь А срываешь Изоляцию Но С два с половиной То есть Можно до конца Зажать Здесь вообще Никаких проблем Нет Но я стараюсь Опять же Чуть Подошел И снял Так же И Книпикс Чуть-чуть Не дожимая Следующее О чем мы поговорим Это кримпер Вообще Здесь Ну не знаю Southwear Либо же Шеффилд Он тупо Сливает Потому что Здесь обжимка На мой взгляд Сделана Совершенно Для другого Не для Втулок А грубо говоря Для каких-то Толстостенных Гильз В общем Я не проверял Если брать Пример Книпикс То здесь Достаточно По сравнению С Шеффилдом Неплохая Обжимка Обжимает Она По факту От 0.5 до 2.5 Но при желании Можно обжать И четверку Если взять Шеффилд То она здесь Располагается Сзади И если взять Даже вот Гильзу Это у нас Шестерка То есть Ее обжимаешь То есть Получается Вот такой вот рисунок Но при этом Она там Нафиг не держится То есть Можно что-то обжать Не знаю С гильз Это наверное Десятки В этом вопросе У меня Мнение остается Таким же Что Самый Сраный Дешевый Не знаю Убогий Кримпер из Китая Сделает эту работу Лучше Чем Вот эти вот Клещи То есть Эта работа Будет сделана Быстрее Качественнее И красивее Соответственно Сейчас вы видите Наверное Там вот эти вот Кабели Вблизи Так вот Обжимает у нас Кримпер из Китая А вот так Обжимает Книпикс То есть Не знаю Сравнивать Вообще Это все Глупо Давайте Подведем Итог Итог В большей степени Такой же Как был и При Книпиксе То есть В обзоре Книпикса Я достаточно Неплохо Распылялся Рассказывал Где мы его Применяем Для чего Мы применяем Чем мы Занимаемся Итог Он простой Этот инструмент Узко Специализированный И в большей степени Подходит Для Ну не знаю Очень хорошо Это монтаж Водили Тоже Имеют Место Быть Пример Был Человек Для монтажа Летает На вертолете В далекие Места Соответственно Можно взять Только определенный Килограмм Соответственно Взяв Что-то Узко Специализированное Ему Это помогает Но По факту Опять же Это мое Мнение Этот инструмент Заменяет Настолько Мизер Даже Это не 10% То есть Купить Себе Инструмент За 5 Косарей Либо За полтора И думать Что Весь Геморрой В его Жизни Закончится То Это Очень Глупо Без Обычного Нормального Инструмента Вам Все равно Не Обойтись А Как Хорошая Приблуда Качественная Приблуда Это Достаточно Неплохой Вариант Теперь По Книпиксу Если У кого-то Закралось Мнение Какое-то Что Я думаю Что Книпикс Это Кусок Говна То Это Совершенно Не Так На Мой Взгляд Это Хороший Качественный Инструмент Претензий К нему Как Изделие У меня Вообще Никаких Нет То Что Заявлено Этот Инструмент Делает То Что Стоит Дорого Но Это Опять же Курс При Купив Его В Большей Степени Если Покупаете Как Доп Вы Не Разочаруетесь Опять Если Покупаете С Таким Расчетом Что Этот Инструмент Вам Что То Заменит То Это Будет Это Фиаско Братан Теперь На Очереди Шеффилд В общем Если Взять Большую Часть Обзоров То Все Там Горят Что Это Кусок Дерьма Который Не Стоит Ни Рубля Я Об Этом Инструмент Такого Сказать Не Могу По Большей Степени С Одной Стороны Это Инструмент Который Делался Вообще Не Для Нашего Рынка Но При Большая Часть Функций Адаптирована И В принципе Подходит Под Наш Кабель Но При Этом Я Опять Допускаю Что Проблемы По Части Съема Изоляции С этим Инструментом Могут Быть Потому Что Я Не Первый Раз Покупаю Разнообразный Инструмент По Каналу Съемники И Тому Подобное И В большинстве Случа Китайцы Вообще Меня Не Радовали Я Покупал Съемник Изоляции Из Китая Он Вообще Не Снимал Но Многие Из вас Говорили Покупали И Радовались С чем Это Связано Опять Из-за Того Что Куча На Али Экспресс Продавцов Одни Могут У одного Заказать Другие У другого Одни Пресс Формы У другого Другие То Сети Очки У кого Может Быть Больше Может Быть С Короче Если Кто Кто Из Вас Спросит Купил Бо Я Себе Этот Инструмент То Шеффилд Если Бо Не Канал На Ютубе То Нет Кто Скажет Наверное Книпикс Б Купил Б Опять Если Бо Не Канал На Ютубе Тоже Бо Не Купил В моей Работе Эти Два Инструмент Ну Они Настолько Узко Специализированы Что Тратить Деньги 5000 Рассказать Все Что Я Об Этому Знаю Если Что То Забыл Пишите Об Комментариях Пообщаемся На Этом У Нас Сегодня Все Кому Понравилось Ставьте Лайк Подписывайтесь На Канал И До Новых Встреч Небольшой Поскрипт Об этом Можно Говорить В каждом Ролике В чем Он Заключается Многие Считают Что Купив Дорогущий Инструмент Немецкий Американский И тому Подобное То Они Что То Получат Единственное Что Вы В большей Степени Получите Это То Что Вы Купили Хороший Качественный Инструмент Который В большинстве Случаев Не Подведет А Те Мифы Которые Есть Грубо Говоря Приходишь К Заказчику И Он Увидит Грубо Говоря Твой Портфель За 100 Тысяч Либо Перфоратор За 70 И Скажешь Нифига Себе У Тебя Какой Инструмент Как Же Ты Крут Такого Вообще Нет Это Вообще Никак Не Работает Максимум Кто Это Оценит Это Ты Сам Либо Твои Коллеги Но При Этом Ты Можешь Расстроиться Но Есть Коллеги Которым Вообще Насрать Каким Инструментом Ты Работаешь И Какой Инструмент Хорош То Есть Они Работают Вот Таким Ножиком Им На Все Пофиг Поэтому Что Хочется Вам Пожелать Что Вы Покупали Хорош Инструмент В Первую Очередь Для Себя А Не Для Кого То А Теперь Вот Все Все